На часах начала второго. Добрый день. Это программа «Сделанная в Вятке». Я приветствую гостя студии, традиционного гостя, Антон Касанов, историк, один из авторов проекте «Пешком по Вятке». Добрый день, Антон. Добрый день. Сегодня наша передача будет посвящена персоне, которую можно назвать одним из самых известных жителей. Одним из самых интересных жителей дореволюционной Вятки. Попал он к нам, ну, как и многие в ту эпоху, методом ссылки. Но вот то, чем он занялся здесь, вызывает уважение, конечно же. Если можно так выразиться, этот человек подсадил Витчан на сладкое. Да, он может быть. Причем не на абы какое сладкое, а поистине шедевры кулинарного искусства. Вот это. В общем, давайте мы обозначим, о ком мы уже будем говорить. Да, речь идет про Станислава Осипова и Юкубовского. Ну, да, судя по фамилии, я думаю, что уже слушатели, те, кто, может быть, не в курсе, поняли, что речь идет о человеке польского происхождения. Но в этой передаче мы уже говорили про Карлата Шнейдера и про некоторых других купцов, которые, да, по происхождению не являлись вятскими, то есть не родились здесь, на Вятской земле. Но так получилось, что свою жизнь связали с Вяткой. Здесь они работали, здесь они остались, здесь они жили, растили детей и растили свой бизнес. Но при этом, надо сказать, что жизнь была не сладкая у большинства из этих предпринимателей, так уж получилось. Если говорить про Юкубовского, то да, здесь очень четко виден польский след. Вообще, здесь сразу возникает вопрос, с каким образом связана Вятка и Польша. Ну, ответ очень прост. Во-первых, Польша как территориальное образование, как страна в конце XVIII века фактически прекратила свое существование. Большое количество поляков занимались тем, что мигрировали в Центральную Россию, в том числе для того, чтобы найти себе работу. Но это лишь одна часть. Вторая часть поляков оказывалась здесь не по своей нужде, а в результате того, что в 30-е годы XIX в Польше, в российской части, происходили очень мощные революционные выступления сторонников отделения Польши, реставрации независимости. И вот так, путем революционных выступлений, очень многие люди попали в опалу, и большое количество поляков ссылалось сюда, в Вятку. Но современным языком выражаясь националистически, да? Ну, по сути дела, да. И вот, конечно, когда поляки оказывались в Вятке, у них сразу возникла очень сложная ситуация, потому что нужно было чем-то заниматься, невозможно сидеть бессрочно, без дела. Ну, а, конечно же, взять сынного поляка на государственную службу, ну, фактически было невозможно. То же самое касалось взять такого человека на работу, потому что даже если напрямую не было такой регламентации того, что нельзя взять этого крамольного персонажа на работу, многие местные предприниматели, они все-таки остерегались этого, потому что не хотели тоже попасть под раздачу и попасть в список неблагонадежных. К тому же за поляками был гласный или не гласный надзор, и иметь даже в друзьях такого человека, все-таки означало ставить и под сомнение свою тихую, мирную, провинциальную. Все-таки под колпаком, да? Конечно, да. Но если говорить про Станислава Якубовского, то он взвесил все за и против и решил заняться бизнесом, что было вполне логично. Не он первый занялся бизнесом из тех поляков, которые здесь были, уже ряд предпринимателей к моменту того времени, как Якубовский оказался в Вятке, а он был сослан в июле 1868 года, уже ряд польских предпринимателей здесь занимались различной деятельностью, ну, самая, наверное, известная фамилия – это Шинкоржевский, который потом стал достаточно известным лесопромышленником, ну, в общем, он с друзьями, с поляками такой ссыльными объединился и занялся предпринимательской деятельностью. Был такой еще Карл Биллинг, который владел чайной столовой небольшой вятки, и вот Якубовский первоначально служил у него, то есть набирался опыта, и потом он посмотрел, что да, бизнес вполне можно вести, город небольшой, провинциальный, но, тем не менее, люди нуждаются в различных сферах услуг, все хотят жить, жить хорошо, потреблять различные продукты, и тогда он пришел к выводу, что можно, можно начинать, и в 1874 году Якубовский в доме на улице Ленина, сейчас этот дом нам тоже известен, тогда улица, конечно, называлась Вознесенской, дом стоит сейчас напротив центральной гостиницы, известен как кулинария тоже, как бы, перебрасывает такой мостик из прошлого, тоже там до сих пор продаются сладости, а значит, в этом доме Якубовский основывает свою фабрику кондитерскую, и вот Якубовский начинает выпускать самые разные виды продукции, в основном сладкое, это пастила, это мармелад, это шоколадные конфеты, это различные булочки, кексы, даже сухари. Он прямо сам этим занимался? Да, вы знаете, Якубовский, есть свидетельство о том, что он прям сам стоял в цехах, сам работал, но по мере развития бизнеса, конечно же, увеличилось количество различных производственных процессов, и, конечно же, Якубовский уже в конечном итоге стал просто тем человеком, который управлял, определял стратегию предприятия, определял его финансовую деятельность, ну, а работали у него мастера, мастера, как говорится, он знал толк подбаррикадров, и не случайно, вы знаете, он... Еще и обучал, наверное. Обучал, конечно, и применялись западные технологии, все это происходило в первой вятке, потому что такого плана булочных кондитерских, такого масштаба не было раньше никогда в нашем городе, поэтому эта кондитерская Якубовского стала сразу достаточно популярной. Вот интересно, почему именно эту нишу он выбрал? Он был любителем большим сладкого или как-то изучив рынок, понял, что здесь, ну, провал и стоит зайти? Что это называется? Судить по воспоминаниям тех лет. Вот Ия Франческе оставила воспоминания кондитерскую Якубовскую. Она говорила, что в наше время, ну, это уже писалось в советское время, что для нас привычно стали очереди, да, то есть в советское время очередь булочная, еще что-то. Из колбаски. Тогда никаких очередей, в принципе, не было. То есть, поскольку Якубовский выпускал свой товар достаточно оригинальный, вполне логично, если смотреть с наших времен, да, то, что там были очереди, но нет. Он грамотно просто выстроил бизнес, торговлю, и у него очередей не было. Вот. И, собственно, Франческе говорила, что, да, действительно, это было популярное заведение, где раскупался товар очень быстро, к тому же сам производственный процесс был подлажен на торговлю. То есть, вот, например, если взять продажу хлеба. Хлеб выпускался три раза в день, утром в районе шести-пяти часов утра, днем и вечером. И такого не было практически никогда, чтобы утренний хлеб залежался до обеденного времени. Даже если он залежался, он продавался с понижением цены на этот хлеб. Как правило, вообще, даже если этот хлеб залежался, его могли не продавать, а сделать из них сухари, ну, или корм для скота, например. Слушателю, вы представьте себе, свежий хлеб, какая забота о покупателе, о клиенте, свежий хлеб три раза в день? Конечно, это очень важно. Якубовский очень пекся о своей репутации и пытался не допустить каких-то репутационных потерь, так скажем. При этом он понимал толк в пиаре, если выразаться современным языком. Например, однажды он сделал следующую акцию. Он подарил пианино городскому театру и с тем условием, что на различных афишах, на различных программках, которые будут выходить в театры, чтобы там печатались логотипы его конфетной фабрики и реклама. То есть, вот такая вот штука. В театр ходят все ведущие культурные люди, чиновники, купцы. И, собственно, вот таким образом он получил себе базу для аудитории. Мы говорим сейчас о театре, который располагался практически на месте современного драматического центра. Ну, фактически, да, перед ним, можно сказать. Да, перед ним, да, перед ним, да, который был открыт в 1877 году. То есть, как раз тот период времени, когда Якубовский начинал развивать свой бизнес. К тому же, у Якубовского, в отличие от многих других, был свой логотип. Он разработал логотип для своей шоколадной фабрики. Выпускались достаточно красивые обертки. То есть, он за всем этим следил. И он занимался продвижением своей продукции на другие рынки, не только в Вятке. Его продукцию можно было купить и в Нижнем Новгороде, и в Перми, и в других городах. В конечном итоге он заявлялся на крупные какие-то выставки, где его товар продавался наряду с другими конфетными фабриками, в том числе из Москвы, из Петербурга, с заграничными фабриками. И даже в Париже он получил одну из первых премий на выставке в конце 19 века, что говорило о том, что Якубовский мыслил достаточно масштабно и не замыкался в рамках одного взятого губернского города, а постоянно искал поводы и возможности выйти на другие рынки и сбыть как можно больше... Безусловно, вся губерния знала о том, что есть такая кондитерская, и люди издалека приезжали и покупали, и как-то заказывали. Да, такие возможности, безусловно, были. И долгое время, кстати, у Якубовского, в принципе, не было конкурентов. Но что мне кажется достаточно интересным, то что еще одну кондитерскую основал в Вятке другой поляк. То есть это тоже интересный персонаж. Звали его Тимофей Франжоли. Но он появился уже несколько позже в Вятке. Его кондитерская располагалась в его же собственном доме, который стоял на перекрестке современных улиц Московской и улиц Свободы, тогда Царевской. Ну вот он с братом занимался этим бизнесом, и известно, что в доме у Франжоли побывал в начале 20 века Алексей Максимович Горький, тогда еще молодой ежедневный революционер. И вот, видимо, его тоже угощали сладким. Но достаточно интересны связи кондитеров. Ну, вы понимаете, кондитер популярный человек, да, то есть как предприниматель. Интересны их связи с творческими кругами, потому что вот если у Франжоли побывал дома Горький, то в кондитерской Якубовского работал Стефан Гриневский, отец Александра Грина. То есть вот такие вот еще связи. То есть это достаточно интересно. И это все выпускалось вот в одном этом здании? Именно на современной ленинге? Ну, фактически, да, там находилась шоколадная фабрика. Кстати, у нее были очень строгие порядки. То есть там работа вообще начиналась в 5-6 утра. То есть 6 утра приходили служащие и работали до 8 вечера. Для них были предусмотрены 2 чайных перерыва. То есть утром можно было с 10 до 11 попить чай, немножко отдохнуть. Днем был обед и вечером еще с 5 до 6. Но уходили в 8. При этом очень строго регламентировался весь характер работы. То есть за опоздание, за нарушение технологического процесса, санитарно-гигиенических норм следовали штрафы. Причем штрафы весьма солидные. Ну и люди боялись потерять работу, потому что практически она неплохо оплачивалась. Это была работа достаточно элитная. Но тем не менее, Якубовский был в этом отношении достаточно строго. Ну и стоит предположить, что эти продукции, в том числе, не поставляли к губернаторскому столу, да, к руководству города. Ну это само безусловно. Абсолютно все. Якубовский, он достаточно быстро интегрировался в губернскую элиту. Хотя, конечно же, это было весьма непросто, поскольку он по характеру был ссыльный, да. То есть уже изначально он находился на более, скажем так, на менее привигрованной ступени. Для того, чтобы войти в губернскую и городскую элиту, можно было предпринять несколько шагов. Кстати, то же самое делал, например, Карл Лоттошнейдер. То есть он что сделал? Он вступил в несколько общественных организаций. То есть поскольку после отмены крепостного права и великих реформ Александра Второго общественные организации объединяются и существовали в губернских городах те общественные организации, в которых состояли очень многие чиновники крупные, предприниматели, купцы, войти туда и вместе с этими людьми что-то делать считалось, в общем-то, возможностью для трамплина, для того, чтобы куда-то выйти дальше. И то же самое сделал Якубовский. Якубовский вошел в состав благотворительного общества, в другие благотворительные организации вступил. Он скоро стал гласным городской думы. Депутата современного, не забыл, можно сказать. Обходил 100 земских заседателей. Ну и вообще количество тех общественных губернских, которые стояли, оно колоссально. То есть он вел большую общественную работу. Я предлагаю прерваться на небольшой перерыв и продолжать. Антон Косонов историк, один из авторов проекта «Пешком по авиатски». Ну а герой нашей программы Станислав Васильевич Якубовский. Кстати, вот сейчас Антон напомнил о том, что довольно молодым человеком он к нам попал в Вятку. 25 лет практически ему было. Ну да, тут понимаете, это молодость, это буйство, так сказать. И, соответственно, энергия какая-то, нужно куда-то было ее выплеснуть. И представьте себе, что значит в молодом возрасте попасть из привилегованной касты бунтарей, революционеров, образованных людей в провинциальный город. И, конечно же, нужно было куда-то выплескивать все эти силы. И вот он выписывал этот бизнес, ну и потом, как мы уже сказали, попал в состав городского управления, попал в состав тех людей, которые занимались общественной деятельностью, в том числе благотворительной. И здесь мы видим, что действительно энергии у него было хоть отбавляй. Чем он только не занимался, и можно только поразиться тому, как он все успевал. Бизнес шел, бизнес развивался, Станислав Осипович богател, у него, естественно, появляются новые мысли и планы, и он их успешно реализовывал. Да, безусловно. В принципе, можно ответить, что благотворительной деятельностью он себя проявил в полной мере. Например, именно при Юкутбовском удалось реализовать ту идею, которая была у вязких поляков еще с 30-х годов, и даже еще раньше она появлялась. То есть была мысль сделать польский католический костер. Но долгое время это не получалось сделать по определенным причинам. Конечно, здесь были причины экономического характера, потому что первая когорта польских сынных в 30-х годах они не обладали такими серьезными материальными качествами, которые обладали уже Шинкаржевский, Якубовский, Биллинг и их поколения. Во-вторых, это политическая воля, то есть с этим тоже были определенные проблемы, потому что, в общем-то, чтобы у поляков появился костер, нужно было подгадать грамотный какой-то момент. И вот этот момент случился только в конце 19-го века, когда скончался император Александр III. Во всей России был объявлен своеобразный, можно так выразиться, конкурс на увековечение памяти этого императора, императора-миротворца. Вы знаете, если слушаете эту передачу, что у нас в городе был единственный памятник для революции, который как раз был посвящен этому человеку. То есть царь пользовался популярностью. Но и поляки решили как бы под шумок приурочить к этому событию открытие костела и подали заявление о том, чтобы они хотели видеть костел. И Якубовский как раз под этим заявлением подписался, поскольку к 90-м годам, в 19-м веке он уже имел определенный вес. Вот оно, уточните, Якубовский был католиком и не принимал право строя. Ну, сколько я знаю, он был католиком. И, соответственно, после этого началось все движение, удалось к 1903 году костел, наконец, построить. Причем связываются определенные параллели здесь. Дело в том, что костел строился по проекту Войцеховского, польского архитектора при поддержке Ивана Павловича Рушина. И один из домов как раз Якубовского тоже строил Войцеховский, так называемый дачный домик. То есть вот он здесь, в этой истории с костелом, не только помог своим коллегам по религиозным верам, но еще и приобрел знакомство определенное, в том числе с архитектором, который потом уже поучаствовал в его собственном строительстве. Давайте теперь о том, где жил Якубовский. Вот у Якубовского была достаточно... Уникальная постройка была в том числе. Да, здесь нужно сказать, что вообще в целом до революции доходный был бизнес. То есть скупка зданий различных центров города строительства и сдача их в аренду. Это был один из тех видов бизнеса, который был популярен. Но самый известный человек на этом поприще, который отменился, это Яков Порзоров, у которого в центре города было большое количество зданий, и они сдавались в аренду кому угодно, вплоть до Вятского губернатора. И Якубовский, в принципе, тоже это отлично понимал. Помимо кондитерской, которая располагалась на улице тогда, Вознесенская и сейчас Ленина, у него было еще раз зданий. Это дом в Рафоломее и Юасово на перекрестке современной Красноармейской улицы и улицы Ленина. Это вот сейчас четырехэтажное здание, которое уже несколько лет стоит с глухо забитыми заколоченными окнами. Последняя жительница выехала оттуда уже лет десять назад, наверное. Но первоначально это был очень красивый дом. Двухэтажный, с хорошей лепниной. Якубовский приобрел его, и этот дом сдавался тоже в аренду. Проживали там самые разные люди, в том числе знаменитый Василий Трейтор, который помимо того, что он был доктором, он был доктором очень известным, и музыкантом, играл в оркестре в Мурашах, и он был потомком Иоганна Гёта по одной из версий. То есть происходило от незаконнорожденного сына Гёта. И, кстати, последним руководителем уже Вятской губернии, вперед временного правительства, тоже он был комиссаром, но впоследствии работал на кафедре педологии Вятского университета, вот он жил в этом доме. Ну, помимо данного здания, конечно, были и другие. Например, на улице Дериндеева, тоже сохранился Дериндеева 59, если я не ошибаюсь, здание Якубовского, очень красивый, тоже полукаменный дом с красивым балкончиком. Там, кстати, впервые в Вятке находился частный детский сад. Вот, там это здание Якубовский сдал по льготной тоже цене земству. Земство там располагалось. Красивый домик в самом центре города, недалеко от Александровского костюла. Ну, и самый, наверное, известный дом, это дачный домик Якубовского, который он построил на рубеже 19-20-го веков в южной части города, которая тогда очень активно развивалась, на улице, которая сейчас называется улица Карломаркса, тогда она называлась улица Владимирская. Очень красивый дом, сейчас он вам известен как здание, где располагается музей железнодорожного транспорта. Где паровоз стоит рядышком? Где стоит паровоз? Карломаркса и пролетарский перекресток. Кстати, очень любопытно, что недавно была ночь музея, и я, несмотря на то, что жил долгое время у этого здания, ни разу не был в музее самом железнодорожного транспорта. Мы решили сходить туда, тем более, что этот музей работал ночь музеев до 12 ночи. Зашли на территорию бывшей усадьбы Якубовского, там очень здорово, тоже такой оазис в центре города, свободная от какой-то застройки, там прямо на паровозе показывали кино о истории железнодорожного транспорта. И, значит, что любопытно, нам проводил экскурсию какой-то старый железнодорожник, человек, который всю жизнь работал на горьковской железной дороге. И он говорит, хозяин-то наш, ведь поляк, да? И паровоз у нас тоже польский. Оказалось, что вот этот паровоз был произведен на польском заводе, на заводе имени Сталина. И, собственно, вот произведен он был в 60-е годы, и потом был установлен, как раз, когда образовался музей в середине 90-х годов, стоит до сих пор, очень хорошо содержится. И сам музей просто потрясающе, очень интересный. Если у вас будет возможность, обязательно сходите. Музей работает со среды, ну, среда 4-5, он сработает. В доме самом сохранилась лепнина, которая была еще при Якубовском. Как раз про этот дом мы говорили, что это Корово Ильцеховский его строил. Дом очень интересный, с анафиладной планировкой, кстати, она сохранилась до сих пор. Можно переходить из одной комнаты в другую, посмотреть на то, как выглядели раньше интерьеры, и на экстерьер тоже обратить внимание. Там очень много сохранилось, каких-то вещей вот из прошлого, в том числе связанных с железнодорожным транспортом. Поэтому музей... А о Якубовском-то еще что-то напоминает? На самом деле, о Якубовском там осталось, конечно, очень мало. Только именно лепнина, которая там осталась. А в целом свидетельств его жизни там, к сожалению, практически нет. Это достаточно печально, но тем не менее, прошло уже очень много времени. Якубовский, кстати, завещал этот дом городскому управлению бесплатно. Но только с тем условием, что там будет образовано городское училище или городская школа. И, кстати, это удалось действительно на рубеже, вот уже в начале 20 века, после его смерти Якубовского в 1913 году, когда он умер, там в этом здании городское управление как раз образовало школу. Но потом этот дом был муниципализирован, и впоследствии вот там образовался железнодорожный музей. Это дом Якубовского, куда может любой зайти. Это дом ведь по каким-то еще уникальным технологиям для того времени строился? И штукатурка была, и материалы были привезены специально. Дом, конечно, да. Дом очень роскошный, и штукатурка там очень интересная, и лепнила, то есть, конечно, этот дом, он очень сильно выделяется. К тому же, вот сейчас, если вы обратите внимание, в южной части города, за улицей, условно говоря, Варловского и туда, в сторону Комсомольской, там очень сложно найти старые дома, там их практически нет. А этот дом, он стоит как будто бы на отшибе, особняком, он каменный, он красивый, он необычный, и рядом уже практически ничего нет. Он входит в список каких-то особоохранениях? Ну, сколько я знаю, да. Представляет собой, да, историческую ценность представляет собой. Это ведь была целая усадьба, там Якубовский выращивал. Ну да, это был загородный дом, то есть, он именно позиционировался как загородный дачный домик, то есть, поскольку в тот период времени, в начале XX века, в той части города особо не было каких-то капитальных построек, и она только-только развивалась. В основном, то, что там было, это деревенские избы. Максимум, что могло там быть, это полукаменные дома, но в основном деревянные. Хотя район, я бы не сказал, что он считался очень такой элитный, но тем не менее. Наверняка, к Якубовскому приходили гости, чтобы посмотреть, что он там построил. Само собой, конечно. Вы понимаете, что любой дом, он является визитной карточкой, да, то есть, вот, например, тоже в этом консерсе можно много рассуждать. Банковские здания в нашем городе появляются самостоятельно в начале XX века. Не случайно, в 1911-1912 году появляются на улице Спаской в банковском квартале и банк Федора Веретейникова, и русский внешнеторговлик банк. И по проекту все строились в Чарушино. Не случайно, потому что тогда стали понимать, что, как вы яхту назовете, так и на поле, как вы построите себе дом, это будет ваше лицо. И для любого человека дом являлся очень важным таким строением, поэтому, конечно, Якубовский хотел показать себя в полной мере. И все вот эти три упомянутых, четыре даже упомянутых нашими нами дома, они были очень интересны. Необычные образы, каждый дом разный. Дом, который на Дериндяево до сих пор сохраняет образ, вот, как мы часто говорили, пряничный домик, типа этого. Поэтому, кстати, музей шоколада, который вот недавно образовался, там есть макеты из как раз сладких материалов, дачного дома Якубовского и дома кондитерской. И, конечно, вот это воплощение в жизнь того, о чем долго время говорили. У кондитера дома получались именно такие сладкие, необычные какие-то. То есть это тоже очень интересно. Видимо, здесь мы можем определенно сказать, что оно было хорошим вкусом, именно вкусом. У нас сейчас небольшая реклама, и мы будем продолжать программу «Сделанной ветки». Еще несколько слов о нашем партнере. В середине июня совсем недавно состоялся ежегодный молодежный форум Грёвского федерального округа Иволга, где собрались участники 14 регионов ПФО, а также гости форума из других округов. И компания «Веч» второй год подряд оказывает поддержку участникам из Кирова, чтобы наиболее ярко презентовать родной край. В прошлом году хитом форума стала огромная номерная бутылка вятского кваса. Ну а в этом году кировская молодежь организовала вечеринку «Вятский квас» для друзей, участников из других регионов. Высоко оценила вкусовые качества нашего кваса. Выдающаяся российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина. Она посетила форум с официальным визитом. Продолжаем наш разговор о Станиславе Якубовском. Давайте про личную жизнь. Нашла у тебя жену здесь, как известно, из простых. Как известно, по традиции можно сказать, что вятка всегда славилась своими девушками. Многие, известно, люди здесь нашли себе невест. И вот Станислав Васильевич Якубовский тоже, ну как уже было отмечено, он приехал сюда в достаточно молодом возрасте, будучи неженатым. Здесь он встретил девушку, причем очень любопытно. Тогда много рассуждали, еще Салдыковщий Грым писал, что в вятке люди живут одними сплетнями, слухами донебылицами, на том, что вот, наверное, такому человеку нужна какая-нибудь купеческая дочь или дворянка, поскольку действительно очень богатый человек, обреченный большими связями и так далее. Но он выбрал простую горничную Анну. Значит, это было очень нестандартное для него решение. В общем-то, жили они долго, счастливо. Она работала в горничной у него? Судя по всему, она, да. Вот так они и познакомились. Но проблема была в том, что у них не было детей. То есть многие говорили тогда, что этот брак проклят из-за того, что это неровнее ему, скажем так. Но так иначе получилось, что у него не было наследников. И при этом проблема еще была в том, что ведь семейный бизнес был в очень многих. А как передать? Кому по наследству? Пришлось передавать какому-то своему родственнику, Спиридону Ситникову. Кстати, Спиридон Ситников очень интересная, но забытая персона в истории вятки. Он был родственником и провизору Берману, знаменитому. И вот все эти три человека, они были связаны кромными узами и все три пострадали. Впоследствии потому, что после революции репрессии обрушились на Спиридона Ситникова по той простой причине, что это был человек богемный, скажем так. Помимо своей прямой деятельности он еще занимался тем, что устраивал различные концерты, выставки, выступления и так далее. То есть он был таким импресарием у тех лет. Это антрепренером, правильно, можно сказать. И вот когда вятку в 1918 году сослали уже из Петрограда представители царской династии Романовых, князей Константиновича и трех братьев, других представителей, там много было их, Владимир Полей, Сергей Михайлович Великий князь. Конечно же, Спиридон Ситников сочел своим долгом с ними пообщаться, узнать, как у них дела, может быть, чем-то можно помочь. И вообще для местной советской администрации было большим удивлением то, что ветчане, они не настроены так жестко, революционные и не взывают крови, бить их там, расстрелять и так далее. Ну и Спиридон Ситников общался, много помогал. Но потом, когда произошло определенное ужесточение режима, то он попал под раздачу, был расстрелян. Провизор Берман тоже был, кстати, убит за родство со Спиридоном Ситниковым. И вот так получилось, что завод, фабрика Якубовского была национализирована, а жена, его вот уже вдова, можно сказать, осталась совершенно ни с чем, влачила жалко существования, умерла в полной нищете, хотя женщина была, судя по всему, весьма-весьма достойна. Жили они, при том, при всем, что у них было много денег, не на широкую ногу, в золоте не купались, действительно, очень много денег откладывали на благотворительные проекты. Кстати, где хранили, я традиционно задаю этот вопрос. Насколько я знаю, хранили в банке. Хранили в банках. Хранили в банках, то есть это европейский подход, скажем так. И при всем при этом поговаривали, что супруга Якубовского ходит часто в заштопанных чулках, то есть это такой символ того, что особо даже не обращали внимания на свою внешнюю, то есть посмотрим на известные фотографии Якубовского, то это такой милый дедушка в очках, то есть нельзя сказать, что... Ни распальцованные, ни золотые керстные, ни золотые керстные, ни золотые керстики. Все-таки была ориентация на социальную деятельность достаточно большая. Кстати, после смерти по завещанию Якубовского определенная сумма денег отошла практически всем общественным организациям, и фабрике, и работникам фабрики, и так далее, и тому подобное, то есть не только все прошло семья. Он ушел из жизни в 913-м, а супруга Анна? Она прожила намного дольше, но у нас женщины живут дольше, чем у мужчин, традиционно, в России. Мы же совсем забыли, у него еще был один род деятельности, это музыка, музыкальный салон. Да, еще сапожная мастерская у него тоже была, то есть вот еще с музыкой он был также связан. Где находился этот музыкальный салон? Вот точно не могу сказать, но судя по всему в одном из зданий, которые ему предложили, он находился. Но вообще в начале 20-го века это было популярно, мы же здесь, рассуждая про купца Кородакова, говорили, что он начал продать патифоны и граммофоны, что люди покупали это, люди любили музыку, и поэтому этот бизнес тоже был четко основан на запросе, который существовал. А Кубовский ведь еще и задавал в аренду музыкальные инструменты. Да, и в аренду тоже давал. Для всевозможных мероприятий. Да, потому что проводилась вообще в начале 20-го века очень активная была такая культурная жизнь, в том числе неформальная. Бывало, что брали эти музыкальные инструменты, могли бы их например на природу, в загородном саду устроить, какие-нибудь гуляния, мероприятия. То есть это было вполне нормально. Вот этот же период времени развиваются частные электротеатры, кинотеатры, их было достаточно много. Я в этом контексте оживления культурной жизни часто привожу пример. Вот квартала по улице Никитской, сейчас Володарской, от Московской до Преображенской, где находилось сразу несколько кинотеатров. И «Одион», и «Прогресс» там находился, и кинотеатр «Миньон», который каждый год менял название. То есть это достаточно такая была насыщенная жизнь, поэтому, конечно, вечеринкам, как без музыки, нельзя. Сапожная мастерская Якубовского, это в том числе магазин? Просто мастерская, где, соответственно, могли делать какие-то подряды. Конечно, этот бизнес был менее скромный, чем его основной, это само собой, но тем не менее показывает о том, что он занимался самыми разными вещами, и не только замыкался на конфетную сцену. Но вот жалко, что действительно потомков-то не осталось, как у многих других деятелей, и, собственно, история жизни Якубовского и его супруги на этом и заканчивается без продолжения. К сожалению, да, но что поделать, такая сложилась ситуация. Все-таки развитие медицины тоже находилось тогда на определенном уровне, и никто ничего не мог сделать. Но, с другой стороны, справедливости ради можно отметить, что и те купцы, которые дали обильно потомства, многие из этих детей были репрессированы, или уехали за границу, ну, судьба потомства купеческого, тоже вятского, она очень-очень сложная. У нас немного времени остается до конца, и я по традиции, Антону всегда спрашиваю, интересуюсь новостями про этот пешком по вятске, а следующий у вас будет завтра экскурсия. Ну да, у нас уже в эти выходные прогулки, вообще у нас идет четвертый уже сезон в пешком по вятске, всего прежнего, мы собираемся, гуляем. Вот сейчас у нас появились новые маршруты, вот уже в эти выходные, в воскресенье у нас будет прогулка по серной части Арктерского проспекта, наконец-то мы сделали эту прогулку, еще в том году хотели, но никак не получалось по самым разным причинам, а вот, поэтому, ну, всех приглашаем. Северная часть, я поясню, это все в сторону Филейки. Нет, северная часть у нас, да, это в сторону Филейки, но она у нас вращается вокруг ОДНТ. От профсоюзной, можно считать? Да, вот от профсоюзной и в сторону Алых Парусов бывших. Как раз там рассказываем про ипподром, про Загребный сад, про Иоанна Богословская кладбище, про поселок Горсовета, по больнице губернскую, то есть там много всего очень интересного. Эта прогулка лично мне очень-очень нравится. Люди открывают для себя много нового. Ну, помимо этого, мы дорабатываем сейчас путеводитель, то есть где-то к концу месяца он уже должен точно появиться. Решили так особо сейчас не форсировать и довести дело до конца, поскольку этот проект достаточно сложный, и будем надеяться, что уже скоро-скоро он появится. Ну и сайт, сайт тоже у нас активно работает. Все новости нашего проекта можно найти на нашем сайте Пешком Повядке, гадковокс.ру, плюс там есть афиши тех мероприятий, в которых мы участвуем, статьи по истории, виртуальные прогулки для тех, кто не может прийти к нам. Ну и мы участвуем в самых разных мероприятиях, вот буквально на той неделе мы ездили в Институт урбанистики, архитектуры и дизайна Стрелкова в городе Москва, где была дискуссия по теме городских экскурсий, прогулок, и мы тоже рассказывали про то, чем мы занимаемся. Я выражал свою позицию, в период вопросов, связанных с экскурсионной деятельностью, поскольку этот вопрос сейчас актуальный в контексте развития внутреннего туризма и вообще регионального какого-то патриотизма. Ну там были в основном московские спикеры и петербургские. Они рассказывали о своей деятельности. Они рассказывали о своей деятельности, тоже делились какими-то соображениями. Ну и были два человека из регионов, только я и еще человек из Екатеринбурга. У них есть проект экскурсии по Уралмашу. Очень интересно. Уралмашу? Да, то есть культурный Уралмаш. Да, то есть Уралмаш, это в общественном создании кажется, что это какие-то бандиты и так далее. Вот я думаю, что пройдет сколько-то лет, и у нас тоже будут какие-нибудь экскурсии по мотивам того дела, который сейчас у нас расследуется тоже как на Уралмашу, так и по-вятски. Вот, и было очень интересно, и мне лестно, наверное, это было слышать о том, что люди знают о том, что мы делаем в Вятке. Люди знают о многих городах. Да, то есть многие хотят переехать, многим интересно то, что происходит в регионах, и многие совершенно искренне, там была очень большая аудитория, искренне удивлялись, что провинции можно делать тоже какие-то вполне успешные экскурсионные, прогулочные проекты, и что люди интересуются историей. Это очень здорово. Ничего себе провинция, 650 лет, ну я имею в виду богатая история. Ну я имею в виду в контексте того, что не города-миллионники, а вот такие полумиллионники. Ну имеется в виду современная ситуация. У нас, по-моему, наоборот, душевнее это все получается. Конечно, но про это еще нужно рассказать, потому что информация, она распространяется очень сложно, и пока она дойдет, пока она будет развиваться, поэтому лично я считаю, что каждое упоминание о нашем городе, в контексте нашей культуры, истории, традиции, это очень важно, очень важно ездить на такие мероприятия и рассказывать про какие-то положительные вещи, про то, что можно поставить, какие имена она связывает, и поэтому, мне кажется, что мероприятие было очень удачное сейчас. Мне кажется, может быть, тоже какие-то появятся совместные проекты, в том числе с Институтом урбанистики, там замечательные ребята такие. На этом мы завершаем нашу передачу. Я благодарю гостя студии, Антон Косанов, историк, они завтра в проекте «Пешком в порядке». До новых встреч, всего доброго. До новых встреч. Удачи. До новых встреч.